Государственная поддержка предпринимателей и субсидирование бизнеса. Эти и другие вопросы обсуждали на конференции, организованной Общероссийским народным фронтом. Мероприятие получило громкое название «Оценка эффективности расходования бюджетных средств в программах поддержки малого и среднего бизнеса». Подобные конференции уже прошли в ряде субъектов. Та задача, которая стоит перед коллегами из ОНФ, это выявить лучшие практики, с одной стороны, в регионах, еще раз, в преломлении на эффективность мер государственной поддержки. В различных мерах поддержки это разные могут быть направления, например, где-то это налоги, где-то это количество детей, принявших в образовательном процессе, где-то это количество молодых людей, вовлеченных в образовательную деятельность, посвященную, безусловно, предпринимательству. К разговору были приглашены представители органов власти, институтов развития и предприниматели. Спикеры затронули такие темы, как развитие малого и среднего бизнеса в регионе, финансовые инструменты поддержки предпринимательства. По мнению председателя правительства области Александра Смекалина, особенно важна поддержка государства для малого бизнеса. Это бизнес очень мобильный, это бизнес очень инновационный, восприимчивый к изменениям и очень быстро и активно реагирующий на это. Понятно, что многие направления очень сложно развивать без мер государственной поддержки, а перейти из качественного, из уровня малого бизнеса, средний, крупный, это достаточно длительный срок. Как отметили гости, один из показателей эффективности программ поддержки – это количество новых успешно работающих бизнес-проектов. Ульяновск есть, значит, типичные программы, которые по всей России показывают высокую эффективность. Это программы поддержки реального сектора, когда деньги идут в той или иной форме на закупку оборудования. Есть интересные программы, которые связаны с альтернативными источниками энергии. Самыми эффективными мерами поддержки, по мнению экспертов, оказались не финансовые. Регион реализует политику, направленную на переход от прямой финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в пользу возвратных финансовых средств, компенсации по кредитным ставкам, гарантии поручительства или предоставления образовательных услуг. Виктория Шикова, Данил Сурков, новости Ульянской правды.